Добрый вечер, в эфире Вести Кабардино-Балкария, в студии Наталья Юсупова и в начале выпуска коротко о наиболее заметных темах дня. Выбор тем отдали регионам. Механизмы внедрения в ЕГЭ, сочинения обсуждают эксперты на местах. Спасение по сценарию. Кабардино-Балкария присоединилась к масштабным учениям на юге России. Открытое небо и свободный полет. В окрестностях Кахуна идут соревнования по авиамодельному спорту. Сегодня состоялось совместное заседание парламентских комитетов по труду, спорту, туризму, социальной политике и здравоохранению. Депутаты вместе с представителями профильных министерств обсуждали, как в республике реализуются программы по пропаганде здорового образа жизни. Как показала всеобщая диспансеризация, из 150 тысяч обследованных граждан более 10% нуждаются в специализированном лечении. Особую тревогу вызывает состояние детей. У половины наблюдается дефицит массы тела и отставание в развитии. В то же время данные статистики говорят, потребление алкогольных напитков по республике снизилось. Выступающие отметили, что сейчас в КБР достаточно спортивных сооружений, где могут заниматься все желающие. Буквально на днях в Нальчике открыли скейтодром. В конце апреля введут в строй зал для инвалидов, сообщил замминистра спорта Анатолий Гуреченский. Но все же массовый спорт в республике развит недостаточно. Все упирается в деньги, вернее в их отсутствие, резюмировали докладчики. Председатель комитета парламента по спорту и туризму Ахмад Сумаев парировал. Есть и малозатратные виды. Формирование здорового образа жизни – первостепенная задача. Для ее выполнения необходимо усилить взаимодействие заинтересованных министерств. Решено на встрече. Между тем, сельским школам в этом году выделят 1,8 млрд рублей на ремонт и оборудование спортзалов. Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев, сообщает сегодня российская газета. Деньги на условиях софинансирования пойдут во все регионы. Их планируется потратить на перепрофилирование аудиторий под спортзалы, приобретение инвентаря, строительство уличных площадок. Кабардино-Балкария получит более 21 млн рублей. По сведениям издания, уже разработаны экономичные проекты реконструкции. Они предусматривают установку раздевалок, замену освещения, специальное покрытие для пола и стен, чтобы исключить травмы. Всего же по стране около 30 тысяч школ в сельской местности. Четверть из них не имеет собственных спортзалов. Но со следующего года сочинение станет обязательным экзаменом для выпускников школ. Как подчеркивают в Минобре, это будет своего рода допуском к ЕГЭ. Пока же на местах идет обсуждение механизмом включения в итоговые испытания такого элемента. Дискуссия на эту тему сегодня развернулась и в 29-й гимназии Нальчика. О результатах Осман Казаков. О предполагаемой схеме сдачи нового выпускного экзамена рассказала вице-спикер парламента Татьяна Саянко. По ее словам, сейчас рассматриваются два метода оценки в виде зачета или по пятибалльной системе. У наальчикахских педагогов возникло много вопросов. Кто будет проверять и оценивать работу выпускников? В российской Минобре считают, что можно создать муниципальные или школьные комиссии. Еще один вариант – привлечь к проверке сочинений независимых экспертов. Причем безуспешные сдачи письменного экзамена могут не допустить к итоговой аттестации. Действительно, ставится вопрос о том, чтобы сочинение рассматривалось как форма допуска к итоговой аттестации. И также последствия, чтобы оно могло быть включено в фолиум выпускника, который его под затем предоставит вместе с результатами ЕГЭ и с аттестатом при поступлении. Татьяна Саянко сообщила, что выбор тем письменных работ возложен на регионы. Эссе может быть о чем угодно, начиная с того, как провел каникулы, заканчивая политической ситуацией, либо анализом художественной литературы. Но есть одно но – готовы ли ученики грамотно изложить свои мысли? Педагоги изнанчика считают это трудной, но выполнимой задачей. Я думаю, можно в устной форме проводить экзамен по литературе, но ни в коем случае не в письменной. Это мы будем иметь опять однотипные шаблонные сочинения. Все мои коллеги меня поддержат, потому что в любом случае слишком много соблазнов у детей списывать с этих готовых источников. Может быть, нужно дать какое-то время. Не на следующий год, сейчас они в 10 классе, но на следующий год им предстоит написать два сочинения. Вот я считаю, что это тоже абсолютно самостоятельный экзамен. Означит, на ученика будет возложена двойная нагрузка – подготовка к написанию сочинения и сдаче ЕГЭ. Оценивая реальную ситуацию в школах, учителя-анальчика пришли к выводу, что торопиться с введением письменного экзамена не стоит. Осман Казаков, Марат Атруков, Вести, Кабардино-Балкария. К другим темам. Достижение достойной оплаты труда – первостепенная задача профсоюзов. Об этом сегодня на заседании объединения профорганизаций заявила его председатель Фатима Тамшокова. Совет собрали для подведения итогов работы за минувший год. Средняя зарплата по республике составила 18 243 рубля, это 14% в плюсе к предыдущему году. Реальное же повышение с учетом роста цен немногим выше 6%, констатировала Амшокова. Зарплаты в здравоохранении и образовании за счет реализации майских указов президента в среднем выросли на треть. Повышение, правда, не столь ощутимое, зафиксировано еще в нескольких отраслях. В частности, в химпроизводстве, строительстве и, что принципиально, для аграрной Кабардино-Балкарии в сельском хозяйстве. Особое значение вопросы оплаты труда приобретают в условиях проходящей в стране масштабной реформы пенсионной системы, подчеркнула профсоюзный лидер. Невозможно перестраивать пенсионную систему без устранения перекосов в системе оплаты труда. Профактиву необходимо донести до каждого члена профсоюза все нюансы нового пенсионного обеспечения, так как в полном объеме весь пакет пенсионных законов заработает с 1 января 2015 года. По новой пенсионной формуле, чтобы набрать необходимые 30 баллов, человек должен как минимум 15 лет получать легальную зарплату. И не исключено, что уже в ближайшей перспективе многие сограждане могут оказаться вообще без пенсии, подчеркнула Амшокова и призвала профсоюзы активнее противостоять практике выдачи зарплат в конвертах и добиваться повышения минимальной оплаты труда в КБР хотя бы до уровня прожиточного минимума. Более 30 тысяч выявленных правонарушений только за последний месяц. Таков результат работы Ситуационного центра «Безопасная республика». Данные сегодня озвучили в пресс-службе Минтранса. Центр, напомню, открылся в мае прошлого года. Тогда в тестовом режиме было установлено 16 камер. На данный момент по городу рассредоточено более 160. Наблюдения ведут круглосуточно. В каждой смене три человека – два сотрудника МВД и представитель Центра автоматической фиксации административных правонарушений. Практика показывает, там, где есть камеры, количество инцидентов идет на спад. В ближайшее время предполагается монтаж еще 17-ти на территории Государственного концертного зала и 2-го автовокзала. В окрестностях села Кахун в эти дни проходят соревнования по авиамодельному спорту. В них участвуют планиристы из разных регионов России, в том числе Крыма. А также из Казахстана. Сегодня вечером завершается этап Кубка мира, а уже через день стартует отечественный чемпионат. О воздушных баталиях наш спецкор Заур Гидуев. Для нас, авиамоделистов, Кахун как байконур для космонавтов, признается Олег Бурдов из Казани. Сюда приезжает аж с 1977 года и каждый раз с большим удовольствием. На этот раз он в соревнованиях не участвует, а судит. Очень хорошая организация здесь. Все и власти хорошо помогают. И моделисты здесь хорошие, сильные. И традиционные. А погода, ну это просто всегда здесь тоже хорошая. Артем Бабенко из Феодосии подавал заявку как гражданин Украины. В итоге в Кабаринобалкарию прибыл как россиянин. Сожалеет, что нет рядом бывших партнеров по сборной. И считает, что это временное явление. Политика не должна влиять на спорт. Это разные галактики. Тем более для них, как и для меня, это поле стало уже родным. Подчеркивает Артем. Его уже давно прославили, эти поля. Тем более моделисты. Когда говорят, нальчик, нальткала, все сразу задумываются. Так, все дела по боку едем. В этом году конкуренция как никогда запредельно высокая. Говорит Виталий Подятченко из Казахстана. На этот раз ему удалось занять лишь 12 место. А раньше попадал в пятерку победителей. В этом году действительно участников больше, конкуренция более серьезная. Ну, видимо, возрастает массовость этого вида спорта. Приходят молодые спортсмены. Возвращаются многие старые спортсмены, которые когда-то закончили свои соревнования. Наверное, с каждым годом все интереснее и интереснее. И более масса. Тон теперь задают молодые. Так, в классе модели планеров F1A 17-летний Михаил Ломов сумел обойти всех именитых авиамоделистов. Просто удачно поймал попутный ветер. Скромничает победитель этапа Кубка мира. Как удалось выяснить, Ломовы целая авиамодельная династия. Николай чемпион мира и России, Павел выиграл континентальный кубок. Не отстает от них и Михаил. Это было для меня очень сложно, поскольку в наш планерный день модели уносились очень далеко. И в каждом туре приходилось примерно по полтора километра ходить за моделью. На первый взгляд может показаться, что резиномоторные и таймерные планеры запустить достаточно легко. На самом деле это целое искусство. Роль играет каждая мелочь. Для того, чтобы планер парил в небо дольше, модель должна быть усовершенствованной, а спортсмен технически подкованным. Надо еще и угадать направление ветра. Выигрывает тот, у кого все сопутствующие обстоятельства сложились более удачно. А сегодня определились победители в классе таймерных моделей. На этом этап Кубка мира завершился. Но послезавтра стартует уже чемпионат России. У спортсменов будет день, чтобы доработать свои планеры и немного отдохнуть. Заур Гидуев, Азамат Табухов, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня в Кабардино-Балкарии, как и по всему Северо-Кавказскому округу, начались командно-штабные учения МЧС. Их цель выяснить, насколько слаженно действуют силы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отработка взаимодействия всех подразделений, сбор и передача информации ОЧС, Организация аварийно-спасательных работ. Задач поставлено несколько. Основные задачи этого учения заключаются в том, чтобы аэромобильные группировки всех подразделений МЧС России на территории всех субъектов Российской Федерации смогли вовремя собраться, поместиться на авиационное транспортное средство и убыть к месту чрезвычайной ситуации на территории всей Российской Федерации. В том числе и сегодня на территории республики 62 человека, готовые к убытию в любой район чрезвычайной ситуации. На два дня учения расписаны два сценария – паводки в населенных пунктах и крупномасштабные пожары. Действия разворачиваются в полевых условиях. Сохранить и увеличить популяцию редких птиц с тенденцией к резкому сокращению количества фазанов. Заказники Гедука ученые отметили около пяти лет назад. Сегодня специалисты констатируют, остановить регресс удалось благодаря созданному здесь фазанарию. Только этой осенью на волю из питомника планируют выпустить около шести сотен особей. Репортаж нашего специального корреспондента Сафара Гириева. Птица с берегов Фазиса – это птица богов. Так говорил о ней великий Александр Дюма. Правда, он имел в виду чисто кулинарные качества этого фазана. Завезенный, по легенде, аргонавтами из древней колхиды в Грецию, он быстро освоил среди земноморья. А потом уже в Римской империи его успешно разводили в неволе. И в наши дни фазан является объектом искусственного дичесодержания. Но здесь, в Гедука, как сами видите, он вполне естественное, к тому же очень необходимое дополнение к местной природной среде. Фазанов здесь, за рекой Баксан, издавна было великое множество. Потому и местность назвали Гедука, в переводе с кабардинского – куриная балка. Однако в последнее время популяция этих птиц стала стремительно сокращаться. Способствовали этому неконтролируемая охота, раскорчевка лесов и осушение болот. Чтобы остановить этот процесс, около пяти лет назад на территории заказника Гедука создали опытно-воспроизводственные фазанари. Вот этот вид, в данный момент, это наша кавказская, и астраханская, и кавказская считается. Они чисто диетическое мясо у них. Они в наших краях хорошо и по погодным условиям подходят, и хорошо они адаптировались. Мы их здесь размножаем. У нас тут фазанари более тысячи штук. Здесь у нас сейчас, в данный момент, скоро яйца уже только-только начинают по погоде нести. В инкубатор мы залаживаем, птичка выводим. Птицы вылупляются на 25-30 день. Первые три недели их держат в инкубаторе и только потом переводят в вольер. Условия содержания максимально приближены к естественным. Площадки засеяны сорняками и кустарниками. При этом квартира у каждой птичьей пары отдельная. Если на воле самцы фазана, как правило, имеют целый гарем и переходят от одной семьи к другой, то здесь вынуждены хранить верность подсаженной подруге. По крайней мере, до того момента, когда их выпустят в естественные условия. А для этого надо набраться сил. Кстати, аппетит у фазанов скромный. Обычная курица есть в четыре раза больше. В рацион входят кукуруза, пшеница, ячмень и специальные добавки. Да, это носность тоже для цикона. Уже с банкового роста начинают специальные корма, там идут и добавки. В прошлом году из фазанария на волю выпустили почти полтысячи птиц. Этой осенью в самостоятельную жизнь рассчитывают отправить на сотни больше. К этому времени птенцы станут на крыло. Летают они плохо, только на короткие расстояния, и потому для хищников является легкой добычей. Чтобы уберечь их хотя бы отчасти, работники хозяйства выставляют ловушки на лис, енотов и собак. Результат уже есть. Популяция, по словам егерей, в гидуках выросла. О полном восстановлении, конечно, речь пока не идет, но обнадеживает то, что выращенные в Валерах фазаны размножаются в естественных условиях. Одна осепь 2-3 раза в год выводит от 6 до 12 птенцов. Сафар Гиреев, Анатолий Гереко, Вести, Кабардино-Балкария. И последнее. Сегодня в Нальчике чествовали заслуженного артиста республики Абубикира Кодзева. Мастеру игры на национальной гармонике исполнилось 70 лет. Торжественный концерт в честь юбиляра прошел в библиотеке имени Мальбахова. Знаток адыгского фольклора, музыкант знаменитой кабардинки, бауреат и призер нескольких международных фестивалей. На протяжении более 20 лет Абубикир Кодзев является бессменным руководителем первого в истории народного ансамбля адыгской гармоники «Мелодия». И сегодня выступление этого коллектива стало гвоздем программы юбилейного концерта. Я испытываю гордость за своих учеников и за нашу молодежь. В республике не проходит ни одного мероприятия, где бы не звучала знаменитая на весь мир адыгская гармошка. Надеюсь, что эту любовь к народной музыке удастся передать и последующим поколениям. На юбилейном вечере также презентовали книгу, посвященную творческому пути музыканта. А завершили спорство традиционным танцем. О погоде на завтра расскажет Зухраб Шихачева. Я же с вами прощаюсь. Напомню, наши выпуски вы можете еще раз найти и посмотреть на сайте вести.кбр.ру. Хорошего вечера. ТИТИОПТИК ГЛАЗНОЙ КЛИНИКИ ЛЕНАР Акция. Закажи очки, а вторые получи подарок. Все любят получать подарки, а мы любим их делать. Нальчик. Ногмова, 70. Торговый центр офиса «Дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства. Всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова, 294. Много, очень много мебели по выгодной цене. Мебельный салон «12 стульев» представляет лучший коллектив для вашего дома. Роскошные спальни, столовый и мягкая мебель. Салон «12 стульев» – мебель для жизни. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. К нам идет долгожданное потепление. Завтра по республике в среднем 16-18, возможно и все плюс 20. В Зольском районе до 13 градусов. К вечеру слабые осадки. В небе над Эльбрусом прогремят грозы. У подножия днем столбики термометров покажут плюс 4, ночью всего минус 1. Более теплая погода в Тернаузе здесь выше плюс 10. Ощутимое потепление ожидается в Баксане, Чигеме и Норткале. Здесь местами до плюс 20. Несмотря на облачность, так же комфортно, по прогнозам центра ФОБОС, в Прохладненском и Майском районах. На Терском и Лискенском в облачном покрове появятся просветы. Температура будет России в Кашхатал плюс 15. Тепло придет в Нальчик к полудню плюс 17-19, а утром около 7 градусов. Осадки маловероятны. Такой вот прогноз синоптиков на завтра. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok